Здравствуйте, меня зовут Круглов Роман, и я являюсь педагогом по рисунку и графике в проекте Художник онлайн. Мы рады вам представить наш курс Графика ПРО. В этом курсе мы с вами главным образом будем работать мягкими материалами, такими как уголь, сангина, сепия, соус. Выполним ряд разнообразных заданий на различные задачи. Итак, что же нас ждет в данном курсе. Один из блоков будет посвящен пейзажу. В этом блоке мы с вами выполним скандинавский пейзаж, изобразим Норвегию, поработаем угольным и ретушными карандашами, поговорим о воздушной перспективе, о плановости. Далее мы поработаем с вами при помощи мела и угля на цветной синей бумаге, изобразим римскую архитектуру и поговорим также о плановости, разберем различные темные участки, различные белые, посмотрим как органично дополняют друг друга уголь и мел в работе. После этого нас ждет очень интересный пейзаж. Мы поработаем с ночным состоянием, будем работать при помощи черного соуса на тонированной бумаге и выбирать тонировку при помощи стерки. Далее в курсе нас с вами будет ждать задание, связанное с изображением фасада дома и его мы выполним сангиной, сангиной сухой и восковой. В этом курсе есть такое задание как интерьер, мы поработаем на тонированной бумаге и будем использовать сепию, изобразим кабинет. Одним из заданий курса будет являться, разумеется, натюрморт. Мы выполним достаточно многопредметный тематический натюрморт, в котором поговорим о композиции, о массах их соотношениях друг с другом и поработаем при помощи темной и светлой сепии. В курсе будет достаточно интересное задание на изображение повозки с астафажем. Мы изобразим лошадь, повозку с сеном и фигуры людей. Нарисовав лошадь, мы с вами не закончим тему анималистики. Нас будет ждать еще два задания. Одно из них мы выполним на тонированной бумаге, затонируем ее соусом и нарисуем двух рыб. Поговорим о соподчинении, то есть о выявлении главного и второстепенного в работе. Будем использовать угольный карандаш. И далее нас будет ждать изображение медведя, поработаем с сепией и поговорим о том, как сочетать в работе и пятно, разбирать различные фактуры, а также включить в работу линию. В этом курсе мы с вами постараемся по максимуму поработать мягкими материалами, использовать все их свойства и добиться максимальной выразительности в работах. Курс получился достаточно интересным и разнообразным, и я буду рад видеть всех вас на нем. Субтитры создавал DimaTorzok